Всем привет! У каждого иногда наступает момент бессилия, бывает, что накрывает чувство фрустрации. Мы теряемся и начинаем грустить. Однажды кто-то сказал, либо это одна из цитат во ВКонтакте, но суть очень правильная. Мы меняемся с каждой прочитанной книгой, с каждой услышанной песней, с каждым просмотренным фильмом. Кто-то, чтобы поднять себе настроение, предпочтет посмотреть комедии. На самом деле это неплохо, потому что комедии поднимают настроение. Но я хочу предложить вам посмотреть несколько фильмов жанра драма с глубоким смыслом и большим полем для раздумий. Наверняка какие-то ситуации будут вам близки, а если нет, то вы обратите внимание на то, как велико разнообразие жизненных историй, и скорее всего некоторые из них вы даже себе никогда не представляли. С их просмотров у вас появится возможность посмотреть на какие-то события по-другому. Итак, к фильмам. «Миллионер из трущоб» фильм 2008 года. На самом деле, когда я его увидела, я была поражена, как я могла не видеть его раньше. Я подумала о том, что это тот фильм, который нужно увидеть хоть раз в жизни обязательно. Он потряс меня просто до глубины души. Событие из фильма разворачивается в Индии, но снимался он Индии, Великобритании и США. Начинается он с того, что молодой человек по имени Жамаль Малик начал игру в шоу «Кто хочет стать миллионером». Суть ее в том, что чем больше даешь правильных ответов на вопросы, тем больше выигрываешь денег. Так ранее складывалось, что у предыдущих участников шоу получалось дать ответы максимум на первые несколько вопросов. А далее они либо проигрывали, либо забирали деньги и уходили. Первоначально зрители, а главное сам ведущий шоу, относились к Жамалю с насмешкой и долей неприятия. Так как Жамаль разносчик чая, без образования, сирота, без семьи. Детство его прошло в трущобах и глубочайшей бедности. Кругозор его жизни очень скудный и ограниченный. О каких ответах на вопросы вообще можно говорить? Но стараясь не обращать внимания на презрение ведущего, Жамаль продолжает играть. По мере того, как он начинает давать ответы на вопросы, которые, казалось бы, порой можно было бы просто угадывать, показываются воспоминания из его жизни, в которых он находит нужные ответы. Но чем дальше смотришь фильм, тем более становится понятнее, что самое важное это не ответы на вопросы в шоу, а именно те моменты в жизни, через которые прошел главный герой. В сюжете описаны ужасы нищеты и выживания в ней, раскрывается тема попрошайничества. Четко можно увидеть схемы, по которым работают те, кто занимается попрошайками. Как к этому делу принуждают и приобщают детей. Затронута тема детской проституции. Показано, как сила иногда может затмить разум, и человек становится преступником в криминальной группировке. Вопросов в шоу немало, вскоре за обычным бедным парнем, зато их дыхание, наблюдает вся страна. Красной нитью через фильм идет линия любви главного героя и девочки, с которой он в трагических обстоятельствах познакомился еще в детстве. Показаны отношения Жамаля и его старшего брата, начиная с детства. В целом фильм вызывает порой тяжелые, но очень искренние и настоящие чувства. И немного дополнительных фактов. Этот фильм снят по роману «Вопрос-ответ» индийского писателя Викаса Сварупа. Фильм «Лауреат» восьми премий «Оскар» и четырех премий «Золотой глобус». Получил премию гильдии киноактеров США за лучший актерский состав. Актера, сыгравшего главного героя Жамаля Малика, зовут Дев Патель. Он британский актер индийского происхождения. Огромную известность получил именно благодаря этому фильму. Локации съемок этого знаменитого фильма всегда вызывают огромный интерес. Ведущие шоу «Орел и Решка» обращали внимание на район Трущоб, где снимался фильм. А ведущий программы «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров несколько раз был в гостях 8 лет назад и брал интервью у исполнителей ролей главных героев в детстве. Это самые обычные дети из нищего района Трущоб в Умбай. На их месте мог оказаться любой ребенок. Эти дети, сыгравшие в фильме, побывали в Лос-Анджелесе на вручении Оскарова. Вскоре вернулись в родные Трущобы. Как оказалось, одному из актеров позже дали квартиру. А девочка, сыгравшая латику, подругу Жамаля, вернулась в свою хижину из шифера. У детей появилась возможность пойти в школу, так как ранее их жизнь им этого не позволяла. Когда видишь эту бедность в трущобах, понимаешь, насколько же реалистичен фильм. Далее, фильм Мэла Гибсона. Называется «По соображениям совести» 2016 года. Производство Австралии и США. Жанр драма, военные и биографии. Представляет собой экранизацию реальной истории молодого парня Дезмонда Досса из штата Вирджиния, который всем сердцем и всей душой верил и следовал заповедям в Библии. Во времена войны изъявил желание пойти на поле боя без оружия в качестве санитара, чтобы спасать раненых. При приеме в армию солдаты должны пройти военную подготовку, и частью ее являлись навыки стрельбы из оружия. Дезмонд отказался притрагиваться к оружию, чем вызвал гнев и негодование у своего начальства и сослуживцев. Так как появление в строю человека, чье поведение выбивается из системы, могло подорвать боевой дух армейцев. Также его отправили к психиатру, чтобы проверить на адекватность. По результатам он оказался здоровым, поэтому решили, что он просто пытается соскочить со службы в армии, ссылаясь на свои верования. Но Досс постоянно повторял, что он доброволец и он хочет помочь стране, потому он и пришел. Но он хочет не отнимать жизни, а давать возможность жить. Несмотря на это, его решили судить и обвинили в уклонении от службы, ссылаясь на его отказ командиру взять оружие. Как сложилась дальнейшая судьба главного героя, вы можете увидеть в фильме. Фильм понравился 96% из 100% пользователей Google. Себя могу сказать, что я ожидала совсем другого развития событий, отличающегося от того, что увидела в фильме. Форест Гамп. Я думаю, если есть люди, которые не смотрели этот фильм, то их очень мало, и если вы в их числе, то обязательно посмотрите. Эта картина уже стала классикой. Главную роль исполняет мой любимый актер Том Хэнкс. Также, кстати, должна заметить, что практически все фильмы, в которых он снимался, очень интересные и очень глубокие. Если вам понравится Форест Гамп, а он вам понравится, то можете смело открывать фильмографию актера, и список интересных, чудесных, захватывающих фильмов вам просто обеспечен. Но о самом фильме. Это история жизни умственно отсталого мальчика Фореста Гампа из штата Оклахома, США, воспитываемого матерью-одиночкой, который за свою жизнь смог добиться успеха в совершенно разных аспектах, несмотря на все трудности, которые ему попадались на жизненном пути. И вообще раскрывает суть человека, в котором заложена только доброта и нет гнили и жестокости. История Фореста порой переплетается с историей его подруги детства Дженни, которая с раннего возраста подвергалась насилию и впоследствии совершила много ошибок в жизни. В фильме есть упоминания разных исторических событий, к которым часто неосознанно имел отношение главный герой. Я не могу говорить более детально, так как в таком случае я перескажу весь фильм, а его нужно видеть. Всего фильм получил 6 Оскаров, 2 Золотых Глобуса и множество других премий. Том Хэнкс получил Оскар в номинации «Лучшая мужская роль». Получил премию «Американ Камеди» в номинации «Самый смешной актер в главной роли». Получил премию Ассоциации кинокритиков Чикаго как «Лучший актер». «Золотой глобус» за «Лучшую мужскую роль» жанра драма. Премию Гильдии киноактеров США за «Лучшую мужскую роль». И это не все его награды за исполнение в этом фильме. Просмотр этой картины подарит вам и смех, и слезы. Следующий фильм называется «Последнее лицо». Его снял режиссер Шон Пенн, возможно, кому-то более знаком он как актер. Главные роли исполнили Шарлиз Террен и Хавьер Бардем. Фильм 2015 года. Сюжет рассказывает историю врачей, которые отправились в горячие точки в Африке. Повествует о работе в полевых госпиталях в экстремальных условиях. О том, как по-разному люди могут реагировать на происходящее вокруг. Что заставляет человека покинуть безопасное место и отправиться в ад, где его могут убить через 15 минут. А если он остается живым, то не покидает эти опасные места, снова и снова просто делая свою работу, продолжая лечить раненых людей. Если вы когда-нибудь задумывались над этими вопросами, то вам будет интересно увидеть эту картину. А если нет, то сможете узнать долю реальности людей, которые живут этим. Далее фильм «В лесах Сибири». Драма, приключения. Потрясающий фильм с минимумом персонажей и захватывающей природой. Я лично думала, что это русский фильм с приглашенным французским актером, но оказалось не так. Это французский кинофильм 2016 года режиссера Софии Небу, снятый по роману путешественника Сильвена Тессона. Повествует о том, как француз Тедди решил уйти от суеты, перезагрузить себя, навести порядок в мыслях и избежать от повседневности будней. Захотел пожить медленно, чтобы осталось только самое важное. Он один отправился в Сибирь, к озеру Байкал, в полную глушь, где купил дом за копейки для него, а жители этого дома с радостью покинули свое глухое место обитания. Дом, который он купил, находился прямо на берегу озера. В радиусе многих километров он остался один, в окружении живописной, детственной природы. Время замедляется в таких местах. Но не стоит забывать, что какой бы красивой ни была природа, порой она может быть опасна. Зимой в Сибири снежные бури – это обычное явление, а дикие звери – не редкость, а естественность. Как прошла зима француза в нетипичных для него условиях и какие эмоции и переживания испытывает человек один в глуши – прекрасно показано в этом фильме. Кроме того, при просмотре невольно задаешься вопросом – а я бы так смогла? Подошла бы мне такая жизнь без современности вовсе? И кинокартина «Лев» завершает мой список. Производство Австралии, США и Великобритании. Фильм 2016 года. Это драма, в которой показана история индийского мальчика, который в возрасте 5 лет потерялся в 1986 году на огромном вокзале в Индии, в более чем 1000 километров от дома, впоследствии того, как ночью отправился со своим старшим братом на поиски работы. В Индии есть регионы, в которых принято говорить на разных языках, и огромной трудностью для главного героя по имени Сару стал этот факт. Все жители той местности, куда он попал, потерявшись, говорили в основном на бенгальском, незнакомом ему языке, а он говорил на хинди. Несколько месяцев ребенку пришлось скитаться в надежде вернуться домой, избегая опасностей. Спустя время на него обратил внимание молодой человек, который поинтересовался мальчиком и передал его полиции. Сару знал только свое имя и имена своих брата и сестры, а маму называл просто мамой. Знал название своего поселения, но, к сожалению, никто не слышал и не знал такого названия. В результате его оформили как пропавшего. Фото опубликовали в разных изданиях, а информация о мальчике разошлась в газетах огромным тиражом. Но, увы, ни одного отклика не последовало. Как сложилась дальнейшая и взрослая жизнь главного героя, и сможет ли он когда-либо увидеть свою мать и брата, вы можете увидеть сами. Кроме уже знакомого и полюбившегося актера Дева Паттеля, исполнителя главной роли, в фильме присутствуют такие звездные актрисы, как Николь Кидман и Руни Мара. Главного героя в детстве потрясающе сыграл Санни Павар. Сценарий разработан на основе автобиографии Сару Брайерли «Долгая дорога домой». Картина получила 6 Оскаров, 4 золотых глобуса, также премии Британской академии и премии Гильдии киноактеров. При просмотре я словила себя на мысли о том, что я вообще знаю о страхе и одиночестве. Фильм безумно понравится тем, кто получил вау-эффект после «Миллионеры с трущоб». Я желаю вам приятного просмотра, пишите ваши отзывы в комментариях. Также пишите, какие фильмы на ваш взгляд являются стоящими внимания, мне очень интересно. Хорошего дня, до новых встреч, пока! Субтитры создавал DimaTorzok